Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, человек потерял веру, как ему помочь и какие первые шаги ему нужно сделать, чтобы ее вернуть. Я не помню, кто из отцов сказал удивительные слова, что веру в Бога можно вернуть только теми же вратами, через которые она ушла. Надо очень внимательно нам и точно посмотреть, а где произошла потеря, где произошла та утечка, та утрата, с чего все началось, что лежало в корне отступления человека от Бога. Если мы найдем причину, то весьма вероятно, как врач ищет болезнь, ищет причину болезни. Хороший врач не лечит последствия, а ищет причину болезни. Если мы найдем причину, вполне возможно, что мы сможем уврачевать и последствия. Но потеря веры это, как правило, не результат каких-то происходящих с человеком событий или потрясений. Если человек верит в Бога, вернее, даже уже не верит, а знает, что Бог есть, исходя из собственного опыта многолетнего общения с Ним, то испытания только укрепят эту веру. И ее будет очень сложно пошатнуть. Веру теряют люди, которые, как правило, были в ней не твердые, не крепкие, они не успели собственным опытом изведать, что такое общение с Богом, что такое Бог живой, кто такой Бог живой. Потому что, если бы успели, то не потеряли бы веру. Дьявол, самое верующее существо во вселенной, он не верит, что Бог есть, он знает, что он есть, но это не подвигает его к добру. Он сопротивляется Богу и продолжит это сопротивление до самого конца, во всяком случае, человеческая история, а быть может и своей падшей истории. Вера — это очень сложная вещь, но если ты приобрел ее, то потерять ее очень сложно. Ты можешь развериться в человеке, ты можешь быть обиженным кем-то или чем-то внутри церкви, ты можешь не согласиться из-за этого или по какой-то другой причине с какими-то канонами церковными, которые касаются соблюдения тех или иных правил и их устроения применительно к самому себе или к жизни близких тебе людей. Но если ты поверил во Христа, если ты встретил Христа лицом к лицу, ты не можешь потерять эту веру. А если ты потеряешь ее, то горе тебе, потому что эта вера не была твоим приобретением. Это был величайший дар, который ты только можешь себе представить, получить и иметь. И ты, какими бы ни были твои обстоятельства, отказался от этого дара и показал себя совсем недостойным его. Впрочем, милостивый Господь, как правило, настойчив и человеколюбив. И Он еще не раз вернется к тебе смиренно и кротко, чтобы просить тебя вернуться к Нему. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!